Крохос сын И спросила Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо. Рады приветствовать вас. Взаимно. Прошу наверх, вас ждут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Гайтана, привет. Привет, Оксаночка. Мы очень рады тебя видеть. Я счастлива, что у тебя такое замечательное настроение. Ты просто ворвалась к нам в студию, как вихрь. Что сейчас происходит в твоей жизни? Оксаночка, в моей жизни весна. Все цветет. Цветет душа, цветет сердце. Льются песни, много вдохновения для того, чтобы писать что-то новое. Красивое, романтическое. А мне кажется, что весна всегда радует всех. А как же в творческом плане? Я знаю, что ты сняла недавно новый клип с Алланом Бадоевым, где ты была в образе шоколадки. Ты и так очень аппетитная девушка. Ну что там еще из тебя такое сделали? Я была в этом клипе с шоколадкой. Аппетитная леди, абсолютно права. Почему я там шоколадка? Потому что меня в детстве называли всегда шоколадка-шоколадкой. И Аланчик говорит, ну так давай сделаем из тебя настоящую вкусную шоколадку. Ну вот мы и сделали. А что относительно твоей работы в Америке? Так. Очень интересно. Если честно, я сегодня только первый раз об этом узнала. Ты уж меня прости. Ничего. Расскажу все. Но на самом деле я знаю, что это такая твоя серьезная мечта. И вот наконец она исполняется. Как движется работа? Ой, Александочка, я так люблю путешествовать. Люблю новых людей. Люблю находить новых музыкантов. Людей, которые любят музыку так же, как и я. Всем своим сердцем. И в Америке мне посчастливилось встретить такую хорошую команду классных продюсеров. Роб Хоффман. Это профессионалы, которые делают красивую музыку, которую я очень люблю. И мы с ними вместе создали несколько композиций. Насобирался целый альбом. И вот хотим его выпустить уже осенью. Это англоязычный альбом? Англоязычные песни, да. А как же тебе посчастливилось встретить этих людей? Ведь это удача большая. Это большая удача. Как я всегда говорила, если чего-то сильно хочешь, вселенная способствует совпадению. И все твои мечты осуществятся. Первый американец, который, в общем-то, меня вдохновил на то, чтобы начать делать музыку в Америке, это был Майкл Уолден. Майкл Уолден, который приехал в Киев, и мы с ним абсолютно импровизационно просто на студии записали одну из моих композиций. Эта песня на украинском языке «Текила» называется, где он сел на клавиши. И позвав моего друга-бандуриста Романа Гринькива, мы вместе сымпровизировали композицию. И Майкл сказал, все, давай, приезжай в Америку, пора что-то делать. И у меня на студии, да и вообще, говорит, ты в Америке себя, по-моему, неплохо будешь чувствовать, потому что много музыкантов, которые любят этот грув, который ты любишь. Да и повеселимся. Я поехала и провела чудесное время, записала сразу несколько композиций в течение первой поездки, потом, естественно, поехала второй раз, записала, записала. И сейчас насобирался целый альбом, который собираемся выпускать осенью. Как ты считаешь, известность в семье помогает или мешает? Если, к примеру, будущая жена – известный человек, это хорошо или плохо? Думаю, это лучше, чем ничего. Чем не жена совсем? Думаю, что все зависит от человека. Если человек готов к тому, чтобы быть известным, если у него все в порядке и гармония с собой есть, есть в сердце любовь, прежде всего. Если человек не злой, да, не какой-то корыстный, коварный, то популярность и известность – это будет, по-моему, только плюс. Потому что популярность решает иногда много полезных вещей, помогает быстрее достичь желаемого. Если человек умный, и ему есть что сказать, есть что преподнести этой жизни для того, чтобы все увидели и получили какой-то для себя полезный урок. Ну, например, я вот считаю, что я стала популярной, значит, нужно что-то хорошее давать. Хорошее давать, что я могу дать – это позитивные тексты, которые объединяют пары. Многие пары, допустим, мне говорили, что под вашей песней, под Шалыни, под Витшикаю я встретил свою жену. Или на вашем концерте я познакомился с девушкой, потом мы поженились, у нас родились дети. Мне так было приятно. То есть я понимаю, что если Боженька дает какой-то талант тебе, ты чувствуешь, что это твое, нужно использовать все с любовью. Это главное. Ответ – это хорошо, если человек имеет сердце-любовь. У тебя уникальный для Украины голос. Ты очень долго работала, пела с детства и, наконец, пришла к заслуженному успеху. А сейчас очень много проектов, когда так называемых звезд учат чему-то на скорую руку. Как ты считаешь, это хорошо или плохо? Если человек талантлив, допустим, вот я сегодня встретила тебя, Оксаночка. У тебя прекрасный тембр. Ты спела парнот, я понимаю, что тебе нужно было быть певицей. У меня есть девушка, прекрасная домохозяйка. Она поет так, что я не понимаю, почему она сидит дома. Говорит, дари эту радость людям. Если такого человека взять, он был неизвестный, его научили якобы быстро петь, но его не научили. Человек, когда умеет петь, он умеет петь с детства. Да? Да, конечно. Мы же не просто резко начали петь. Поэтому, если мы по телевизору узнаем у кого-то, что он вдруг появился, это не значит, что он вдруг появился. Он умел петь, просто появился шанс себя показать. Хочется, чтобы такой шанс был как можно у большего количества людей, талантливых людей. Потому что все еще часто происходит, что не талантливые люди появляются, а талантливые почему-то все еще сидят дома или занимаются какими-то другими делами. Помнишь, у Меладзе была песня «Если ваша супруга иногда поет на кухне не спеша, ждите, что она уйдет в шоу-бизнес». Скоро станет без дома. Хорошо или это плохо? Все же это хорошо, когда есть возможность себя показать. А ты с раннего детства мечтала о сольной карьере? Абсолютно нет. Я мечтала стать чемпионом мира по настольному теннису. Потому что я играла в теннис профессионально. Я была кандидатом в мастера спорта уже в 12 лет. И вдруг резко появился ансамбль, в который я попала случайно и запела. То есть я даже не мечтала стать звездой. Но, будучи спортсменкой, я с детства танцевала с расческой и с начесом в своих волосах под музыку Дайаны Роуз. И отпевала на маминых каблуках, отбивала, значит, эти все танцы. Я представляла, что я могу быть певицей, но никогда об этом серьезно не думала. Но ты же понимала тогда, что петь тебе очень легко, что это вот очень природное для тебя состояние исполнять песни. Потому что Дайана Роуз, извините, не каждый может исполнить и повторить. На самом деле я об этом не думала, потому что в Конго все пели дети. И все пели очень хорошо и танцевали очень неплохо. Из этого акцент, мне кажется, как мой папа сказал, петь и танцевать умеют все у нас в Конго. Вот ты врачом или стань, или экономистом, или юристом стань. Акцент пения и танца делается больше в Европе, конечно. Но когда я пела, я помню, что я впервые подумала о том, что как-то у моей бабушки красивее получается. Мне было 6 лет, и она начала учить меня играть на баяне и петь украинские народные песни. Я все никак не могла понять, почему у бабушки так красиво получается, а у меня как-то не очень получается. И вот все свое время я росла, будучи подростком, пыталась даже где-то быть похожей на звучание бабушки. А бабушка у меня звучит так очень нежно, типа, какая же у нее песня любимая? Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Виновата ли я тебе поаплодирую! И вот моя бабулечка пела эти песни, у нее так льется голос, как будто я сейчас могу заплакать, когда я слушаю ее. Я пою по-другому, поэтому никогда не считала, что я пою очень хорошо, потому что моя бабушка поет намного лучше. Ну это хорошо, что нам есть на кого равняться. Хотя на самом деле мне очень нравится, как ты поешь, и ты знаешь, что петь ты точно умеешь. Твоей между нами ты мне кофайня, ты знаешь, что я давно хотела, шарен на нам. Твоей между нами ты мне кофайня, тому я розумею могою тела. Ты сама пишешь стихи и музыку. И тексты, на мой взгляд, подчеркивают музыку гармонично очень. И точно так же наоборот. Но сейчас существует такая тенденция, когда и музыка, и тексты упрощены. Чем проще, тем лучше. Это хорошо или плохо? Главное, чтобы это было гармонично с собой, опять же. Есть такие тексты сложные, которые я слушаю, я не верю, о чем человек поет, не понимаю, о чем он поет. Это недоступно, это непонятно. А если человек сказал, вроде бы как банально, люблю тебя, и ничего поделать не могу. Но если это сказать честно, если передать то настроение, с которым ты действительно эту фразу хочешь сказать, то, что ты передал эту фразу с чувством, пускай скажешь, что это банально, но это честно, это чувственно. Поэтому хорошо ли это или плохо, не знаю даже, что сказать. Для каждого по-своему. Любовь, люби, люби, люби меня. Любовь, люби, 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 люби меня. Есть такое мнение, что творчеством, как и любовью, нельзя заниматься каждый день. Для этого нужно какое-то особое состояние, определенное состояние нашей души. Что формирует у тебя подобное состояние, к примеру, перед тем, как ты пишешь музыку? Иногда я очень долго ничего не пишу. Поначалу своей писанины я начала волноваться, переживала, как это так, почему не пишется, может быть, талант ушел, вдохновение исчезло навсегда. А потом какие-то моменты, вдруг просыпалась даже ночью, там, карандаш, очень хочется спать, иногда даже злилась, да что ж такое, уснуть не могу, пока не запишу. И вот приходилось вставать, идти, записывать, потом утром просыпаешься, пойдешь, посмотришь, вау, как это красиво было. А ночью не оценила этого. Вдохновение, мне кажется, приходит очень неожиданно. И если человек живет эмоционально, умеет фантазировать, мечтать, придумывать, эмоционально радоваться, чувствовать, любить, а стоит только сказать, а почему, блин, начать писать стихи? Я очень многих своих знакомых вдохновила на написание песен, стихов, именно объяснив, что это на самом деле очень легко. Не будем слушать, что это так тяжело, я поэт, и это серьезная идея. Нужно просто настроиться на правильную волну внутреннюю, да? Нужно просто подумать, почему бы не написать. И я уверена, что каждый человек может писать, если он эмоционален, если ему есть что сказать. И вообще это очень хорошее самолечение даже, писать. Это ты вроде бы как излечиваешь свое сердце, как будто поговорил с психологом, а всего лишь кусочек бумажки написал. И счастлив. Всем рекомендую начать писать. Это очень хорошо. Вот ты говоришь о любви очень красиво. Я уверена, что твоя жизнь наполнена любовью, вне зависимости от того, кто есть с тобой рядом. Потому что ты, прежде всего, являешь эту любовь. А если говорить о мужчинах, как ты считаешь, мужчина обязан совершать для женщины какие-то необычайные поступки, для того, чтобы доказать свою любовь? Ну, конечно. Мужчина создан для того, чтобы быть рыцарем. Чтобы добиться любви. И каждая женщина, по-моему, каждая девушка мечтает, чтобы рядом был рыцарь. Не важно, что это 21 век. И костюмчики уже другие. Но каждая женщина будет чувствовать себя принцессой, когда рядом с ней будет настоящий рыцарь. Поэтому мужчине 21 века нужно изобретать какие-то уловочки, хитрости, чтобы быть рыцарем. Есть много мелочей там, где мужчина доказывает, что он рыцарь. Для каждой девушки, наверное, по-своему. Но мне очень важно, чтобы опять мужчина всегда хотел быть таковым. Чтобы ему было всегда интересно для тебя что-то делать новое. Потому что это взаимно. Если кто-то один угаснет в отношениях и не будет рыцарем, или девушка не будет принцессой, которая также готова снизойти в каких-то нюансах, или в то же время быть какой-то исполнительницей всех желаний. Слушаю и повинуюсь, мой король. То есть это своего рода любовь. И в то же время какой-то театр. Нужно постоянно любовь делать интересной игрой, свежей игрой. Не скучной игрой. А это уже зависит от того, опять же, как каждый человек воспринимает эту жизнь. Я люблю, чтобы люди были эмоциональны в отношениях. Ты очень выделяешься среди наших украинских исполнителей и отсутствием броского пиара. Но иногда в шоу-бизнесе существуют свои законы, сейчас не очень, скажем так, хорошие. То, что иногда возможно нарушать эти законы. Это хорошо или плохо? То есть идти наперекор общественному мнению. Каждый капитан своей жизни, да, капитан своего корабля под названием «Жизнь». И, как говорит мой мудрейший продюсер, надо создавать свою систему координат. То есть набирать свою команду и делать шоу-бизнес таковым, как хочется вам. Поэтому, хорошо ли это, плохо? Наверное, хорошо. Нельзя идти на поводу. Нельзя считать, что правила написаны в шоу-бизнесе, и их нельзя менять. Каждый сам свой шоу-бизнес создает для себя. Поэтому люди, которые делают броский какой-то пиар, иногда некрасивые, основанные на каком-то черном пиаре, я уверена, что это необязательно. Я считаю, что свой пиар, как и вся моя команда, строят на позитиве, на творчестве, на музыке прежде всего, на каких-то хороших новостях. Выход детского альбома, не знаю. Мне кажется, что людям абсолютно не менее интересно узнать о каких-то веселых, позитивных вещах, чем слушать кто с кем, где у кого. И миф о том, что шоу-бизнес портит, опять же, все глупости зависят от человека. Если человек изначально имеет нутро нечистое, то его легко испортить в любом бизнесе, не только в шоу. А если человек следит за своим сердцем, за своей совестью, в любой сфере он будет просто классным, позитивным, светлым человеком. И еще я думала недавно о телевидении, допустим, о телеканалах, о радиостанциях, все, что связано с масс-медиа. И я думала о том, что, боже мой, телевидение, радио – это серьезные вложения финансовые. Я так жду, когда появится человек, который, телевизионщик, захочет сделать телеканал и назовет, допустим, там, не знаю, передачу «Только хорошие новости». То есть рассказывать обо всем самом лучшем, что происходит в этом мире, мне кажется, эта передача побьет все рейтинги. Я буду каждой каплей дождя любить твое тело, любить твое тело, любить тебя. Когда известные люди в жизни подчеркивают свою звездность, это хорошо или плохо? Я не люблю этого, очень не люблю. И я понимаю, что не люблю только, не только я этого не люблю, но обсуждают часто эти моменты с людьми, которые работают на радиостанциях, с журналистами, я понимаю, что им это тоже неприятно. И такие люди, звездные люди, они думают, что они становятся от этого мега-супер вообще какие-то, не знаю, особенно, если они сами говорят об этом. Но всегда это смешно с юмором воспринимается в семье, и мне очень жаль, что они этого не понимают. Потому что обычно таких людей жалеют, это смешно выглядит, стараются обходить их стороной как-то. Иногда в выгоду подыграть их эго, если что-то нужно от них. Но это такая слабость. Мне кажется, что человек, если мы умираем и потом можем проанализировать всю жизнь, посмотреть на себя, мне кажется, это то, что супер вообще стыдно потом за такие вещи. Когда ты можешь проанализировать и понять, что ты настолько был смешон и глуп, что аж неудобно. Дайте снова мне родиться и стать другим. Дайте все исправить. Ну, то есть, такие вещи не знаю. Это, наверное, какая-то незрелость внутренняя, не возрастная, а просто какая-то внутренняя незрелость человека. И, наверное, это связано с воспитанием, прежде всего. Очень важно, как мама тебя хвалит в детстве, за что она хвалит, на чем акцентирует внимание, говорит ли она тебе, что такое хорошо, что такое плохо. И когда ребеночек вырастает, можно даже по детям увидеть, кто заносчив, кто самовлюблен, а кто имеет сострадание в душе. Ну, это не настолько ужасно, чтобы этих людей вывозить куда-нибудь в другую страну, конечно. Просто не обращать на это внимания. Просто я считаю, что люди, которые рядом, любящие люди таких людей, должны как-то, не знаю, обучать, что ли, помогать им. А вообще жизнь обычно сама, наверное, учит таких людей. Нужно относиться к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе в любой ситуации. Я читала, тоже в одном из твоих интервью, что если бы ты не стала певицей, то непременно бы была продавцом в магазине сладостей. Потому что, наверное, ты любишь сладенькое покушать. Я люблю детей, люблю сладости, люблю искренние улыбки, когда человек получает удовольствие от чего-то хорошего. А сладости, шоколад, мороженое, мне кажется, всех людей как-то приравнивает к одному позитивному герою. Возвращает нас в детство. Возвращает нас в детство, совершенно верно. И, ну, не знаю, я вот есть ресторанчики, куда я специально езжу даже днем, быстренько, тихо, даже себе не говоря об этом, чтобы съесть пару кусочков шариков мороженого. И я, когда получаю эти свои порции, я сижу такая счастливая. И вот проходят официанты, и я чувствую, что я даже их жизнь делаю солнечнее от своей улыбки. Поэтому магазин сладостей. И уверена, что я была бы отличным продавцом в этом магазине. У нас есть вопрос от детской аудитории. Мы сейчас с тобой посмотрим на экран, и ребята специально для себя подготовили этот вопрос. Хорошо, давай. Здравствуйте, сегодня я задаю вопрос гостя Анастасия Коробченко. Она ученица второго класса, ей 8 лет, любит изучать иностранные языки и заниматься гимнастикой. Анастасия? Я хотела узнать, а когда мальчики поцелуют воздушный поцелуй, это хорошо или плохо? Если мальчик прислал тебе воздушный поцелуй, это очень хорошо. Это говорит о том, что через пару лет их будет в два раза больше, а еще через пару лет их будет просто миллионы. Поэтому нужно радоваться. В ответ не обязательно сразу поцелуй возвращать, но можно немножечко пококетничать. Ничего плохого в этом не будет. Гайтана, а что на сегодняшний день для тебя хорошо, а что плохо? Когда я засыпаю счастливая ночью и на душе спокойно, и на сердце какая-то радость, мир, я понимаю, что это хорошо. Значит, день прожит достойно, с любовью. Если есть какое-то волнение, что-то чувствую, что недосказано было, может быть, где-то даже реакция моя была, наверное, неправильная, и это пошло кому-то во вред, пускай даже для настроения, я понимаю, что что-то не так. Это плохо. Каждый день должен проходить с любовью для людей, с любовью для себя, для близких и с пониманием того, что каждый из нас влияет друг на друга. Вот, придя сегодня, я понимаю, что, Оксаночка, ты на меня повлияла, я повлияла на тебя. Мы повлияли на людей, поэтому, если мы уже и собираемся вместе, мы должны влиять только позитивно. Спасибо тебе большое, спасибо, что ты сегодня к нам пришла. Спасибо большое. До встречи. До встречи. Тебе удачи, успехов. Ну, давай бокалы поднимем. Взаимно. Были рады вашему визиту. Спасибо, все было отлично. Это вам сладкое от ресторана Марио на память. Спасибо. И вкусные конфеты. С орешками? Не представляете. Да. Спасибо. До свидания. До свидания. Что такое хорошо, а что такое плохо? Продолжение следует. Продолжение следует... Про marketers.